Ну а теперь у нас, дорогие друзья, детская страничка, в которой участвуют мои помощники Вера и Алёша. И сегодня у нас целый ряд таких интересных животных, о которых надо что-то рассказать нам. Почти одинаковые две змеи, правда? Очень похоже. Но ведь это у нас удав, а это у нас питон. У этих змей в задней части тела можно найти маленькие отростки. Это всё, что осталось от ног, которые давным-давно были у предков этих змей. И хотя они относятся к одному семейству ложноногих, но с разным происхождением, с разным распространением. Питоны живут только в старом свете, а удавы живут и в новом свете, и немножко в старом. А что такое старый и новый свет, вы помните, да? Южная и Северная Америка – это новый свет, где водятся вот эти самые удавы. Это знаменитый удав-душитель, боа-констриктор, если в буквальном переводе с латинского – душитель. Ну а слово удав – это тоже ведь значит, что кого-то удавит. Удавы и питоны одинаково охотятся. Они спрячутся, потом вылезают и душат обычаю. А большие питоны и удавы могут задушить даже леопарда. А у тебя ведь в руках питон не сетчатый, а индийский питон. Индийский питон – это замечательное животное. Кстати, и удавы и питоны, видите, какие они мирные, добрые. Их держат местные жители и в Индии, и в Южной Америке в домах, чтобы они ловили крыс, которых там много. И даже оставляют питонам и удавам детей маленьких. Все пошли на работу, а чтобы ребенка кто-нибудь не тронул, какой-нибудь хищник, рядом с ним сажают вот этого удавы или питона, и он играет с ребенком. Вот как ты, например. Тебя вот теперь можно одного оставить. Папа, мама могут с ней на работу, и тебя никто не тронет, пока у тебя в руках настоящий индийский питон. Если эти змеи плотно поедят, они могут обойтись без пищи несколько месяцев. У нас еще один гость. Чуть про тебя не забыл. Чуть про тебя не забыл. Вот тебе виноградинка. Спасибо. Это он сказал спасибо. Вы слышали, да? Туканы родственники дятлов. Но они не могут долбить деревья. Но зато они могут прибрасывать плодами. Один кидает, а другой ловит. Ай, молодцы. На дереве это очень удобно, чтобы не ронять вниз. Туканов назвали туканами, потому что они сидят в жюлях и кричат что-то похожее на слово тукана. Вообще-то крик у них неприятный. Тукану, наверное, тяжело летать с таким большим клювом. Он его тянет к земле. У тукана кажется очень мощный клюв. На самом деле он легчайший. Он весь пористый такой. Сделано прям, ну вот как поролон. Давайте, если посмотреть внутри, поролоновый клюв легчайший. Поэтому этим клювом он, сидя на ветке, достает плодики из самых тонких веточек. Если он сядет сам на эту ветку, он сразу может упасть. Так он сидит на толстой ветке, достает до тонких, чтобы сорвать что? Ягодку, плодик кратный. Ну, ты, я вижу, получаешь полное удовольствие, да, от общения с ним? И ты уже начинаешь им руководить, правда, Алеша? Ну да. Кто раньше на тебя не слушался, а сейчас ты уже раз, ползи сюда. Они очень похожи по окраске, потому что они живут хоть один в Америке, другой в Африке, да? Но они должны прятаться на дереве, среди листвы, на стволах деревьев. Они обвивают стволы. И вот эти все пятна прекрасно скрывают их от возможных хищников. Враги есть у всех, даже у такого крупного животного, как питон или удав. Тулканы всю жизнь проводят на деревьях. Да. Удавы и питоны могут тоже залезать на деревьях. Да, с водой. Ну и больше нравится жить травы с водой. И у тулканов, у этих змей длинные языки. Только у тулкана язык на конце как бы хрома, а у змеи раздвоенный. Да, у каждого своя роль языка. У этого язык нужен для того, чтобы размягчать сладкие плоды. А этим язык нужен как орган обоняния и осязания. Они высовывают, вот он, видишь, высовывает. И кончиками языка ловит запахи. А потом втаскивают язык внутрь головы и там анализируют, какой запах вокруг был. Тулканы очень дружные птицы. Они все вместе отбиваются от хищных птиц, помогают раненым собратьям. Самцы и самки выбирают друг друга, раз и навсегда. Они поселяются в дупле и растят вместе там птенцов. А птенцы рождаются голые, и клюв у них расположен иначе, чем у взрослых. Нижняя часть длиннее и больше верхней, чтобы было удобнее у родителей корм брать. Ага, вон как. Здорово. А каждое животное само заботится о своем здоровье. Само. Здесь, конечно, когда они в неволе, о них заботятся их хозяева. Ну, а мы с вами тоже должны думать о своем здоровье и придумывать какие-нибудь или упражнения, или правильное питание, чтобы быть здоровыми. Так что пойдемте дальше учить наших дорогих зрителей здоровому образу жизни.